На набережную Дуная в Будапеште несут цветы и свечи. Город шокирован трагедией, которая произошла здесь в среду вечером. На реке затонул прогулочный катер «Русалка» с южно-корейцами из Южной Кореи. На борту было 30 пассажиров, три южнокорейских гида и двое венгров – члена экипажа. Спасти удалось лишь семь человек. Официально подтверждена гибель ещё семерых. 21 человека, включая одного ребёнка и экипаж, продолжают искать. Трагедия произошла около девяти вечера по местному времени. Как сообщается, катер столкнулся с большим круизным лайнером – 135-метровым «Викинг Сигун», принадлежащим швейцарской компании. После этого катер перевернулся и затонул всего за семь секунд. В это время шёл дождь. «Такие суда обычно выходят на реку только в полночь. С девяти до десяти вечера самое активное движение – на Дунае. Поэтому не пойму, как этим большим судам разрешили выйти в это время». Венгерская полиция сообщила, что арестовала и допросила капитана круизного лайнера. Им оказался 64-летний гражданин Украины из Одессы. Его подозревают в халатности, повлёкшей за собой гибель людей. Власти Венгрии и Южной Кореи обещают работать сообща, чтобы установить точную причину трагедии и выявить ответственных. В Будапешт уже вылетела южнокорейский министр иностранных дел. «Южная Корея – наш хороший друг и партнёр на протяжении 30 лет. И много южнокорейских туристов посещают Будапешт. Мне ужасно жаль, что такое произошло». Венгерские спасатели продолжают искать пропавших без вести. Им на помощь по распоряжению президента Южной Кореи прибыли их корейские коллеги. Признаются, найти кого-то живым шансов почти нет. Уровень воды в Дунае сейчас высокий из-за разлива, течение сильное, температура воды не больше 15 градусов. В страну также приехало руководство Южнокорейского турагентства «Очень хороший тур», которое организовало злополучную экскурсию. Оно уже побывало на месте происшествия. Ранее турагентство принесло извинения родственникам пострадавших и погибших и пообещало оказать им всю необходимую помощь. Несколько десятков человек планируют прибыть в Будапешт в ближайшее время. «Израильские законодатели проголосовали за распуск парламента страны. Началась подготовка к досрочным выборам, которые пройдут в сентябре. Такое решение премьер-министр принял после того, как к установленному сроку не смог создать коалицию. Бениамин Нетаньяху предпочёл этот вариант вместо альтернативного, согласно которому президент страны мог попросить другого политика, сформировать коалицию». Большинство не удалось создать из-за лидера партии «Наш дом Израиль» Агведора Либермана, за которого обычно голосуют выходцы из бывшего СССР. Либерман уже не раз формировал правительство с Нетаньяху. Однако в этот раз потребовал, чтобы ультраортодоксальные евреи служили в армии. При этом коалиция Нетаньяху также включает и религиозные партии. Выборы в Израиле прошли 9 апреля. На них правая партия премьера, Ликуд, набрала больше всего голосов. Однако одновременно в отношении Нетаньяху началось следствие по трем обвинениям в коррупции. «Есть две причины. Во-первых, у премьера проблемы с законом. Ему стало сложнее сформировать коалицию. Партнёры повысили ставки. Во-вторых, ультраортодоксальные партии и другие правые силы – это не такой однородный блок, как может показаться. У ультраортодоксов очень конкретные требования и вопросы, затрагивающие религию и государство. Многие более светские правые с ними не согласны, поэтому коалицию сформировать сложно». Многие жители Иерусалима недовольны досрочными выборами. «Как и других жителей Израиля, меня очень удивило и шокировало то, что произошло вчера. Через два месяца у нас опять пройдут выборы. Это событие на год подорвало экономику Израиля. И всё происходит из-за чьих-то личных мотивов». «Думаю, это очень печальный день для Израиля. Мы стали похожи на страну третьего мира, где люди больше заботятся о себе, чем о политике страны. Настало время прекратить друг друга ненавидеть и начать думать, что будет лучше для всей страны». «Очень грустно. Ненужные расходы, на которые у нас нет денег». До выборов Нетаньяху останется действующим премьером. В июле он также побьёт рекорд страны по самому длительному пребыванию на посту главы правительства. Президент Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты введут пошлины на все товары, поступающие из Мексики. Причиной для этого послужила нелегальная миграция. На своей странице в Твиттер Дональд Трамп написал, цитата, «10 июня Соединённые Штаты наложат 5-процентные пошлины на все товары, которые возят в нашу страну из Мексики. И будет это до тех пор, пока поток нелегальных мигрантов, которые попадают в нашу страну из Мексики, не прекратится. Пошлины будут постепенно увеличиваться, пока проблему нелегальной миграции не решат. Тогда пошлины будут аннулированы». Белый дом также выпустил заявление, согласно которому с 1 июля пошлины увеличат до 10%, с 1 августа – до 15%, с 1 сентября – до 20%, а с 1 октября – до 25%. Дональд Трамп отметил, что Мексика пассивно относится к решению проблемы миграции. Это, по его словам, угрожает национальной безопасности и экономике Соединённых Штатов. Также, по словам американского президента, у Мексики очень жёсткое миграционное законодательство, и страна может с лёгкостью остановить поток беженцев и вернуть их в родные страны. Между тем, президент-социалист Мексики направил свой ответ Вашингтону в официальном письме. Он сказал, что девиз Дональда Трампа «Америка в первую очередь ошибочной». Он также направил министра иностранных дел страны в США для консультаций. Нелегальные мигранты прибывают в США из Центральной Америки, включая Гондурас, Сальвадор и Гватемалу. В Мексике им в основном не препятствуют в продвижении к американской границе. Более того, поступают сообщения, что иногда мигрантов организованно везут КПП на автобусах. «Бывший австралийский парикмахер Берни Крейвен нашёл применение пластиковым бутылкам из-под шампуня и бальзама для волос. Мужчина перерабатывает их, а затем на 3D-принтере печатает протезы. Первые два прототипа испытывают на себе подростки Хейли и Конор. У обоих от рождения нет части левой руки. Но вскоре всё может измениться». «Я смогу пробовать что-то новое, узнать, как люди с двумя руками совершают действия. Сам завяжу шнурки и, может быть, буду кататься на велосипеде». «Я смогу прыгать в скакалку, заплетать волосы и многое другое». Берни каждую неделю забирает использованные бутылки из парикмахерских. «Мы привозим их на наш склад, сортируем, а потом измельчаем, прогоняем через экструдер и получаем нить для 3D-принтера, а потом делаем протезы». На первый протез потребовалось 40 2 метра нити из пластика. Делали его более 9 часов. При этом стоит он меньше, чем обычный. «Мы либо потратились бы на протез, либо купили бы ему первую машину. Мы сэкономили». Если протезы окажутся удачными, то Берни продолжит развивать свой проект. В Москве плюс 30. Синоптики говорят, что для этого времени года температура аномальная. Но многие москвичи предпочитают не отсиживаться дома, а выходить на свежий воздух. «Нужно гулять в парке, можно сидеть в тени у дерева, наслаждаться, как, например, в заряде. То есть пение птиц, трава, зелень, ветер с воды идет». Многолюдные у московского Кремля и в его окрестностях. «Погулять с ребёнком, да, приехали сегодня. День прекрасный, жара, солнце светит, настроение отличное, ветер, фонтаны спасают от жары». «Правляться с этим надо больше пить воды, снимать ботинки, задирать свои штаны, носить лёгкие платьишки и наслаждаться, наслаждаться загорать». Жара в Москве простоит не меньше недели. Синоптики обещают редкие дожди с грозами и, может быть, дня два с умеренной температурой. Спасатели советуют снизить физические нагрузки и не ездить в сильную жару в транспорте.